В начале 80-х спортивные чиновники из ФИА перетряхнули старую систему классификации автомобилей для спорта. Вместо цифровых индексов для каждой группы появились буквенные обозначения, за которыми стояли, конечно же, изменённые требования. Не случись этого явления новых групп, возможно, и не увидела бы свет машина под именем М3 — баварская легенда, знакомая каждому, кто неравнодушен к автомобилям. Работы над этой машиной начались в 1981 году, когда к блоку цилиндров четырёхцилиндрового двигателя М10 впервые примерили укороченную голову от спортивных шестицилиндровых моторов BMW, знакомых по М1 и М635CSI. Но официальный анонс BMW M3 состоялся лишь в июле 1985 года, а готовую машину показали широкой публике в сентябре того же года на автосалоне во Франкфурте. Презентацию живых машин на спортивной трассе для журналистов устроят ещё позже — в мае 1986 года. Для спортивной амалогации BMW надо было построить 5000 таких машин, и концерн справился с этой задачей лишь к весне 1987 года — тогда М3 и вышла на спортивные трассы. За этой машиной множество достижений. Включая пять побед на 24-х часах Нюрмургринга, четыре победы на 24-х часовой гонке в СПА, да и на трассах ралли — эти машины оставили заметный след. Автомобиль этот заметно отличался от базовой двухдверной машины. Силовая структура кузова осталась неизменной, но внешние панели, за исключением крыши и капота, были у этого автомобиля оригинальными. Первое, что бросалось в глаза — это, конечно же, расширенные колёсные арки, предназначенные для установки широчанных колёс. В базе М3 оснащались литыми дисками ББС с резиной 205-55-15, но крылья делали с учётом установки более широких гоночных шин. Машину строили для кузовного чемпионата ДТМ в первую очередь, поэтому серьёзно поработали над аэродинамикой. Коэффициент сопротивления удалось снизить с 0.38 у стандартной Е30 до 0.33, для этого даже изменили угол наклона заднего стекла на 3 градуса и на 4 сантиметра подняли крышку багажника, сделав её из армированного пластика. Под капотом стоял двигатель с заводским индексом S14B23, рабочим объёмом 2,3 литра и мощностью 200 л.с., который должен был разогнать машину до 100 км в час за 6,7 секунды. Версия с катализатором была на 5 сил слабее во славу экологии, но по заводским данным в разгоне теряла лишь 0.1 секунды. Правда, когда немецкий аутомотор Унтшпорт сравнил в реальной жизни 325E и М3, то до сотни 325 ехала 7,8 секунды, а М3 — 7,6. М-ка-то была правда с катализатором и развивала 195 сил, но до заводских цифр всё равно не дотягивало. Поскольку BMW надо было продать не менее 5000 изготовленных автомобилей, то этот М3 в общем оставался вполне практичным автомобилем. Достаточно комфортным, не растерявшим оснащение, с отличной по тем временам эргономикой и с полноценным багажником, который стал лишь немного меньше стандартного из-за увеличенного объёма бензобака. То есть при всей своей спортивной родословной, BMW M3 оставался ещё и очень привлекательным автомобилем на каждый день для энтузиастов, что умели и любили управлять быстрыми машинами. И в этот раз здесь не было никакого подвоха — BMW продавал автолюбителям именно ту машину, на базе которой сам строил спортивные модификации для гонок. Автомобиль не был дешёвым, за М3 просили в полтора раза больше, чем за 325-ю, которая и сама по себе дешёвой машиной не была. Впрочем, в случае М3 не надо было доплачивать даже за окраску металлик, не говоря уж о том, что электростёкла и зеркала были стандартным оснащением, как и обтянутые кожей рулевое колесо и рычаг переключения передач. Стандартным оснащением была и магнитола Blaupunkt. Да и АБС на М3 тоже была в базе, что для 80-х годов было не очень частым явлением. И за усилитель рулевого управления в этом случае BMW денег тоже не просила, хотя для 325-й, например, машины усилитель был довольно дорогой опцией. Хотя при всех этих важных опциях М3 всё равно был чертовски дорог и играл уже в лиге таких автомобилей, как Maserati Biturbo или Porsche 944S, Ford Sierra RS Cosford, например, стоил на четверть дешевле и до сотни ехал на полсекунды быстрее, хотя в качестве машины на каждый день и проигрывал бы баварскому изделию, да и прямую на скорости держал похуже. Это признавали даже британские журналисты, которым этот Ford был гораздо ближе, чем немецкие автомобили. Но как бы оно ни было, BMW с 1986 по 1991 годы сумели продать около 18 тысяч таких машин, среди которых были более дорогие кабриолеты. И ещё при своей конвейерной жизни этот автомобиль стал настоящей легендой. Новую М-ку в кузове Е36 многие энтузиасты считали уже слишком рафинированной, в отличие от этого честного спортивного автомобиля родом из Мюнхена. Масштабную модель BMW M3 в кузове Е30 Minichamps изготовил первый раз давно — первая попытка была ещё в начале девяностых. Но в двадцать первом веке производитель решил сделать второй подход на современном технологическом уровне. Чёрная М-ка появилась в магазинах ещё в июле 2002 года, а сделали её тиражом 4032 экземпляра. В те годы машинки в масштабе 1 к 43 ещё пользовались высоким спросом, так что Minichamps не стеснялся в переизданиях. Уже весной 2003-го выпустят синюю модель тиражом 2544 экземпляра, через год сделают серебристую машинку и тоже немалым количеством — 3888 штук. Затем в 2004-м выйдет белая — их вообще отольют 5520 экземпляров. А в 2005-м модель покрасят в чёрный металлик датируют 90-м годом и сделают 2208 штук. И это не считая спортивных и дилерских вариантов. Если сложить тиражи этих регулярных выпусков в коробочках Minichamps, то только их наберётся больше 18 тысяч экземпляров. А уж сколько моделей отгрузили для дилеров BMW, одному баварскому концерну известно. Но и те красные М-ки в больших коробках-раскладушках даже нынче не сильный дефицит, как и почти все эти разноцветные регулярные выпуски. А весной 2002-го года Minichamps перевыпустил М3 в кузове E30 ещё и в оранжевых коробочках Maxi Champs. В мае вышли красная и белая машинки, а в конце года сделали серебристые и зелёные металлики. Так что если вдруг вам понадобился какой-то определённый цвет этой модели, то его вполне можно отловить на интернет-аукционах — кое-где ещё не распродали самый первый вариант чёрного цвета, выпущенный без малого 20 лет тому назад. Сама же эта модель — типичный Minichamps тех лет, довольно аккуратно и точно, но без особых изысков. Донышко ещё средней проработки, до великолепного вида снизу этому производителю ещё несколько лет оставалось от даты выхода М3, но в целом и там всё довольно прилично. Нельзя сказать, что здесь допущены какие-то серьёзные проколы или просчёты, даже морда удалась немного лучше, чем у гражданских трёшек этого же производителя, которые выйдут чуть позже. Колёса ББС хороши, светотехника выполнена из прозрачного пластика отдельными деталями и отлита довольно аккуратно, хотя задним фонарям здесь не хватает чёткого деления на секции. Краска не металлик, поэтому лежит довольно толстым слоем и расшивка кузовных элементов, двери и капота в первую очередь, слегка замылена, но бывает и хуже. Занятный нюанс этой модели — окрашенная в цвет кузова донышко, на котором выделяется не только система выпуска, но и чёрные винты крепления этого донышка. В общем неплохая модель, которая уже разошлась по миру огромными тиражами и видимо ещё будет не раз перевыпущена. Minichamps ведь как возьмётся отливать свои старые машинки и паковать их в оранжевые коробочки — так его не остановить. Тем более что собиратели эти модельки довольно шустро разбирают. Красную эту, например, вместе с белой к концу 2020 года раскупили в немецких интернет-магазинах, но на интернет-аукционах их пока ещё полно. Пишите в комментариях, что думаете про М3 вообще и про первую машину с этим индексом в частности. Как вам масштабная копия этого автомобиля из оранжевой коробочки Maxi Champs и есть ли у вас на полке эта модель в каком-нибудь из массы выпущенных цветов, а то может и какой-то другой производитель затесался. Ну а раз уж досмотрели ролик до конца, то самое время найти и прожать какую-нибудь кнопку под этим видео. Там и лайк есть, и дизлайк, и отдельная кнопка для спонсоров, и даже специальная для тех, кто ещё не подписался на канал. А в описании этого канала ещё и ссылки на все эти инстаграмы в фейсбуке можно найти, если оно вам вдруг тоже понадобилось зачем-то. Но чтобы вы не прожали в этот раз, спасибо, что были здесь и сейчас. Если остались силы — листайте дальше. На этом канале и BMW немало, и модели трёшек разных поколений тоже можно найти при желании. Да и М3 тоже встречаются.